В эфире новости Анапа-регион, в студии Сергей Корабельников. Здравствуйте! Итак, сегодня выпуски. Механизм, когда будет разобран, только лишь тогда мы определим степень поломки. Цветочные часы закрылись на ремонт. Как Анапскую достопримечательность готовят к началу курортного сезона? Любое органическое вещество, оно может служить источником удобрения. Дрессировка шиншилы и удобрения из водорослей. Анапские школьники защищают свои научные работы. А вдруг он на фестиваль в Каннах пролезет? Кто его знает? Творческий тандем. Актер популярных «Дачников» Виктор Зубарев и анапский режиссер Сергей Петров решили снять фильм о родном городе. Анапщины живут в регионе с высоким качеством жизни. Краснодарский край вошел в десятку лучших субъектов Российской Федерации. Результаты исследований публиковало информагентство «Новости». Три первых места ожидаемо заняли Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. Краснодарский край на шестой строчке этого списка. Для определения качества жизни аналитики использовали данные по 70 показателям. Это информация от Росстата, Минздрава, Минфина и Центробанка. К слову сказать, в конце списка разместились Забайкальский край, Карачаево-Черкесия и Тыва. Цветочные часы скоро опять будут показывать точное время. Один из любимых и узнаваемых арт-объектов Анапы закрылся на плановый ремонт. Подготовкой клумбы к весне займутся агрономы, а вот механизм, который передвигает стрелки, как оказалось, требуется помощь часовых дел мастера. Руслан Душевский продолжит. Невысокую и покатую горку на углу улиц Ленина и Крепостной в Анапе вот уже 11-й год украшает круглая цветочная клумба. Это необычный элемент ландшафтного дизайна, под ним скрывается сложный механизм. Цветочные часы – официальное название городского арт-объекта. Он сразу стал достопримечательностью Анапы. Помимо эстетики, он еще и функционален, напоминая жителям и гостям, что пора на море. Сейчас идет масштабная подготовка к новому курортному сезону. Часы закрыли на плановый ремонт. Это сердце цветочных часов. Вес механизма порядка 50 килограммов. После предварительного осмотра выяснилось, что на месте устройства отремонтировать нельзя. Диагностировать и исправить оборудование можно только в мастерской, имея под рукой специальные приспособления и измерительные приборы. Было принято решение о демонтаже. Механизм, когда будет разобран, только лишь тогда мы определим степень поломки. Пока специалисты разбираются в причинах поломки, жители и гости города с нетерпением ожидают возвращения городской достопримечательности на привычное место. Ведь этот арт-объект известен всей России. Как говорят, место встречи изменить нельзя. Если мы кому-то что-то где-то назначаем, а люди особенно, вот к нам приезжают гости, наши друзья, родственники. Место встречи где? Это уже никто, часы наши живые, цветочные, не перепутаешь ни с чем. Поэтому, конечно, к хорошему привыкаешь и хотелось бы, чтобы они были. Приезжие приезжают, фотографируются здесь. Так что, как будто какая-то примечательность города здесь собирается вечером. Ну и как-то здесь красиво, интересно. Ремонт, заверяют специалисты, будет окончен до начала курортного сезона. После запуска и тестирования механизма здесь, по традиции, высадят несколько тысяч петуний и виол. Руслан Душевский, Анапа, регион. Как сделать из водорослей удобрения приручить шиншиллу и обучить ее командам? А как выбирать фрукты без нитратов? А вот анапские школьники, участники эколого-биологической конференции, это знают и умеют. Юные исследователи представили свои научные работы. С ними познакомилась наша съемочная группа. Уход за шиншиллами принципиально не отличается от ухода за другими домашними животными. Например, кроликами, морскими свинками или джинляриками. Катя Кардаева знает о шиншиллах не понаслышке. У нее дома живет такой необычный питомец. Эти грызуны очень чистоплотны, могут играть в одиночестве, однако обожают компанию человека. Шиншиллы вырастают до 40 сантиметров. Несмотря на свою миниатюрность, грызун любит простор. По словам Кати, чтобы завести дома шиншиллу, нужно внимательно подойти к выбору породы зверька и обустроить его клетку. У каждой из них свой характер, как у домашней кошки или пса. К тому же шиншиллы подают с дрессировки. Катя уже обучила своего питомца нескольким командам. Самая главная команда, которую он знает, конечно, он не все одолел. Это нельзя и домой. Нельзя вот это, если вкусняшка лежит там, вот нельзя в горшок лезть с цветами. Если он выполнил, он не полез, даешь ему вкусняшку. Все, и так он запомнил. На конференции были представлены и настоящие научные работы. Камка – морская водоросль, появляющаяся на побережье Анапы в теплую погоду. Во время штормов ее выбрасывает на берег. Уже несколько лет муниципальные службы и санатории борются с водорослями, убирая камку с пляжей. А если использовать ее в качестве удобрения, были проведены опыты. При правильной обработке камка способствовала росту растений так же, как обычное удобрение. В общем, жалко. Эти удобрения, они перегнивают, где-то складируются и не используются. Любое органическое вещество, оно может служить источником удобрения для выращивания той же сельхозпродукции. Но вот единственный минус в том, что еще работы такие серьезные не проводились. И минус в том, что мы извлекаем из воды водоросль, она имеет какую-то, из морской воды она соленая. Поэтому промывать ее вроде как невыгодно. Содержать, выдерживать ее на каких-то полигонах под дождем, ну, может быть, это вымоет каким-то образом морскую воду. Потому что соли-то вносить в почву нежелательно, будет процесс засоления. Научная конференция проходит в офисе заповедника «Утриш» более 20 лет. В этом году в ней приняли участие 36 юных экологов. Как отметили члены жюри, каждая работа уникальна. Темы будут дорабатывать, школьникам помогут их научные руководители. Победители муниципального этапа представят свои проекты в Краснодаре. А лидеры края выступят с докладами в институтах Москвы. Елена Мухортова, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Анапа и кино – тема не новой морские виды курорта привлекают многих именитых режиссеров. У нас снимали сцены для таких фильмов, как «Керосиновые ковбои», «Затмение», «Три звезды», «День Д», «Спецназ по-русски», «Морской патруль». На обережье Суко снимается тележурнал «Яролаш». Но вот, чтобы сами напчане снимали фильм, да еще и про Анапу, такого пока не было. Историческую несправедливость решили исправить участники киноклуба под руководством Сергея Петрова. О планах режиссера узнала Анна Жукова. Если так будет продолжаться, я вынужден воду тебя, несмотря ни на что, уволить. Летом он индивидуальный предприниматель на центральном рынке Анапы. Зимой Дед Мороз в Центре культуры Родина. И только здесь, в киноклубе, он остается самим собой, вне зависимости от времени года. Виктор Зубарев с детства мечтал стать актером и стал народным. Не в смысле народный артист России, а в смысле артист из народа. Специального образования не было. Век живи, век учись. Он брал уроки важнейшего из искусств кино у двух Дмитриев – Брусникина и Сорокина. Для этого даже пропускал работу и добился успехов. Из простой массовки он перешел в эпизодические роли. Например, в фильме «Дачники». Сценаристы воодушевились лицом одессита. Так они увидели нашего Виктора Геннадьевича. Ему даже не пришлось менять внешность. Также он снимался в сериале «Ищека-2» с Анной Банщиковой и Александром Макогоном, режиссера Брусникина. Любимый праздник у киношника-предпринимателя – фестиваль «Киношок». Гостогаевские встречи запомнились надолго. Богдан Хмельницкий был, потом Кананенко был. Весело в Гостогае. Очень даже мне понравилось то, что проходит закрытие киношока. Это казачья атмосфера, веселье. Виктора Зубарева часто узнают на рынке, на улице. Друзья, соседи, бабушки с рынка часто спрашивают, когда будет продолжение «Дачников» и романтической комедии «Косяк опор» о приключениях обычного анапского парня Лехи. Хорошие новости. Как раз сейчас в библиотеке на Стахановской проходит кастинг на съемке второй части «Косяк опора». На пробы к режиссеру Сергею Петрову приходят студенты, предприниматели, домохозяйки, спортсмены, музыканты. Фильм можно посмотреть в интернете. Его уже оценили более двух тысяч человек. В этот раз артисты обещают сделать фильм динамичнее. Возможно, будет другое название со словом «Анапа». Прорекламировать «Анапу», что ли, все-таки здесь живем, как бы, не только ведь в «Анапе» этот фильм будут показывать, допустим, там. А вдруг он на фестиваль в Каннах пролезет, кто его знает. Как с ними? Примечательно, что на кастинг пришел известный в «Анапе» музыкант Владимир Добрынин. Он хочет написать для фильма музыку, чтобы все в кино было чисто анапским. Актеры, продакшн, геолокация и даже музыка. А там можно подумать и о Каннах. Анна Жукова, «Анапа. Регион». Уникальный для Краснодарского края проект «Холидей Хаус» ознаменовал старт продаж яркой презентацией. Его строительство уже началось в живописном месте долины Суку. Жилой комплекс будет представлять собой 12 четырех- и пятиэтажных жилых домов. Готовность первой очереди строительства намечена на четвертый квартал этого года. Уникальный для Краснодарского края проект «Холидей Хаус» ознаменовал старт продаж яркой презентацией. Его строительство уже началось в живописном месте долины Суко. Жилой комплекс будет представлять собой 12 четырех- и пятиэтажных жилых домов. Готовность первой очереди строительства намечена на четвертый квартал 2019 года. Застройщиком комплекса выступает девелопер федерального уровня компания ООО «Легес УК РКС Девелопмент». За 12 лет работы на рынке недвижимости компания реализовала 12 успешных современных проектов. Их география обширна. Это города Краснодар, Сочи, Тимрюк, Астрахань, Пенза, Тверь, Ханты-Мансийск и другие. И каждый жилой комплекс создается с ориентацией на ключевую цель компании. Не просто строительство комфортных домов, а повышение качества жизни. Основной приоритет – это наш клиент. Мы знаем, что мы работаем для него, и мы знаем, что он очень строго оценивает нашу работу. Наша задача – все время улучшать качество нашего продукта. Продумываем детали, добавляем их в каждых новых квартирах. Мы прорабатываем планировочные решения. Мы все время думаем о том, какой должна быть высота потолков, сколько света люди получают, какие окна, какие отделочные материалы использовать. Квартиры должны совершенствоваться, они должны быть умнее, они должны быть комфортнее, они должны быть лучше. В этом наша задача. Новый объект привлек внимание гостей презентацией, специалистов в сфере недвижимости, представителей ведущих агентств города. Ведь компания РКС Девелопмент предлагает создать новую достопримечательность Анапы. В архитектурном ансамбле стильное дизайнерское решение фасадов с красивыми удобными террасами. Спроектирована максимально комфортная для жизни и отдыха инфраструктура. Парковки, спортивные и детские площадки. Безопасная зона без машин, зеленые аллеи, несколько бассейнов. В последующих очередях строительства предусмотрены два детских сада и школа. Одна из ключевых особенностей комплекса в том, что каждая квартира сдается ее владельцу с ремонтом класса комфорт. Каждая квартира продумана до мелочей. Все квартиры сдаются с готовым ремонтом. И получая ключи, вы сразу же имеете возможность въехать в квартиру, где необходимо поставить кровать, кухню и готово все для проживания. Презентация жилого комплекса завершилась совместной фотосессией гостей, символизируя, что Холидей Хаус обязательно будет именно таким необычным, ярким и востребованным. В День защитника Отечества кондитерская десерт готовит акцию для покупателей – дегустация любимых тортов. Магазин открылся в Анапе год назад и завоевал популярность у местных жителей и туристов. Они реализуют продукцию известного в крае семейного предприятия «Белореченские торты». В преддверии 23 февраля кондитерская приготовила специальные подарочные наборы. Чайные ассорти, термокружки с оригинальным дизайном, эксклюзивные имбирные пряники, шоколад и десерты на любой вкус. Такой сладкий подарок станет приятным сюрпризом для близкого человека. Ассортимент магазина регулярно пополняется новыми вкусами. Есть и диетические сладости. Экофрукты – полезное для фигуры угощения. Здесь очень уютно, здесь правильный дизайн, именно тематический. Всё соответствует вот этой красоте тортика, пирожного, которая должна быть. Такая пышность, такое зефирное царство. Здесь очень вкусно. Главная специализация магазина – торты. В ассортименте их более 35 видов. Десерты производят на семейном предприятии, известном во всём Краснодарском крае. Сеть «Белореченские торты» насчитывает более полусотни магазинов. В Анапе приобрести фирменную продукцию можно только здесь. В нашем магазине можно найти всё для того, чтобы пойти в гости или поздравить с праздником. Все торты только из натуральных ингредиентов. Также большой ассортимент чая и кофе, который можно выпить у нас, также приобрести домой. Магазин «Десерт» открылся в Анапе год назад. 23 февраля он отметит свой первый день рождения. В честь праздника посетители смогут бесплатно продегустировать знаменитые белореченские торты по адресу. Ленина 160, за магазином «Пятёрочка». Все десерты сделаны из натуральных продуктов. Ведь главное то, что внутри. Елена Мухортова, Ксения Сипко, Роман Беркалеев, Анапа-Регион. Все выпуски новостей можно найти на нашем сайте anaparegion.ru. А на этом я с вами прощаюсь. Всего самого доброго. Государственная инспекция безопасности дорожного движения предупреждает водителей. Садясь за руль в состоянии алкогольного опьянения, вы подвергаете опасности не только себя, но и ни в чем не повинных людей. Сомнительное удовольствие и халатность могут стать причиной роковой ошибки.